Друзья, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать. Все остальные еще, я надеюсь, дойдут до нас. Добро пожаловать в Digital October. Меня зовут Леонид. Я курирую этот замечательный проект Science Mondays. Это уже наша по счету третья лекция. В этот раз она посвящена технологии «Большие данные». Мы уже провели вводную лекцию о технологиях в целом. Мы провели лекцию об искусственном интеллекте. Сегодня мы хотели бы вам рассказать и погрузить вас в такую замечательную технологию, как «Большие данные». Мы все с вами ею пользуемся на самом деле, и она крайне не новая. Но без нее мы бы с вами, я вам честно скажу, мы бы с вами не выжили. Потому что в современном обществе без технологий в принципе развития не будет никакого. Я очень рад вас всех видеть. Я рад видеть тех, кто приходит к нам уже не в первый раз. Спасибо вам большое. Дальше больше, как принято говорить. И позвольте представить нашего сегодняшнего спикера Бриткова Владимира Борисовича. Презентацию можно нам вывести уже, пожалуйста? Кликер будет работать? Будем надеяться, что... Я хотел бы уточнить, что большие данные – это такая большая, размытая область. И я буду говорить не только о технологиях. Потому что здесь несколько областей или плоскостей, или пространств, связанных с большими данными. И каждая из них имеет своих пользователей, своих участников, своих пользователей. Тем более, я просто под технологиями понимаю, это некоторые информационные технологии, аппаратуру, программы, системы и так далее. А я хотел бы шире рассказать о этих самых вопросах. Тем более, что, как я понимаю, что здесь довольно много гуманитариев, которые будут общаться и взаимодействовать с самими данными, но не с технологиями. Вот, значит, что хотелось бы... Да, у нас большие данные все больше и больше охватывают, и разные моменты, которые действуют. В частности, значит, вот на что я хотел бы обратить внимание, когда вот к нам начинают большие... В смысле, мы начинаем взаимодействовать с большими данными. Вот для меня, например, такой пример, что в Америке, в Соединенных Штатах стали определять возникновение эпидемий не из больниц, поликлиники или каких-то медицинских учреждений, а из социальных сетей. То есть, когда в социальной сети начинает встречаться какое-нибудь слово, там, грипп или что-то еще, все больше и больше и больше, это признак того, что наступает, значит, некая эпидемия. То есть, еще медицинское учреждение может этого не заметить, а, значит, уже вот из социальной сети видно, что это вот начинается эпидемия. Значит, какие еще моменты, которые здесь, ну, не нас, а вот население может быть за, значит, воздействия, какие вот тоже встретились, что, значит, надо определять, значит, ну вот большая проблема в жизни, бизнесе, в экономике, это наличие ухода от налогов, то есть есть много, так сказать, неофициальных работающих людей. И вот они как-то взаимодействуют и так далее, и какие-то доходы получают, есть довольно большие. Значит, в частности, сейчас говорится о технологиях, ну, значит, здесь я и технологии воздействия на людей, что есть возможность фиксировать, значит, покупки крупные, сейчас записываются и там или карточки какие-то и прочее, и, значит, появляется возможность фиксировать набор покупков, покупок какими-то, значит, вот людьми. И дальше можно сравнивать суммы их покупок с суммами, уплаченными именно налогов. И вот эффективное средство, которое может возникнуть, когда будут обнаружены вот такие, это сильно увеличит и, значит, возможность наблюдения за такими вопросами и делами. Вот, значит, что мы еще, вот какие моменты мы видим и воздействуют на нас? Ну, вот сейчас, наверное, все обратили внимание, или вот я, по крайней мере, обращаю внимание, что какое произошло изменение с такси. То есть, если 10 или 20 лет назад такси было довольно, ну, непросто поймать, вызвать или так далее, и на улице их, в общем, не было видно так, как сейчас. А сейчас все видели, что все везде, в Москве, по крайней мере, на улицах полно такси всякого разного. В чем дело? То есть, такси появилось в результате цифровой революции. Ну, значит, цифровая революция – это одно из синонимов. То есть, вот такое бигдейт и большие данные – это не жестко очерченная область. И, вот, скажем, в бигдейта, большие данные входят не только данные, например. Это входят и какие-то картинки, и видео, и вот видеокамеры везде стоят. Вот сейчас они все накапливаются, увеличиваются и сделаются. Вот, так много разных аспектов, которые нас будут, в смысле, охватывают и будут охватывать. Значит, слушайте, сейчас, как такси, значит, нет в компьютерах, известно про всех такси, где они находятся, в какой точке, и, значит, в каком-то заняты, не заняты. То есть, это все есть. И поэтому, когда поступает заказ, уже элементарно найти ближайшее, свободное и так далее, и направить в нужном направлении действовать. А до этого это были всякие сложности и проблемы. Вот, ну и другие тоже действия, которые есть. Значит, ну вот сейчас встречаются такие фразы, что большие данные появились, ну, где-то тысячи в районе 2005-2008 года. Значит, вот это появление такой области, как большие данные. Ну, здесь я могу сказать, что мы начали работать с большими данными 40 лет назад. Вот, значит, каким образом, что это было? Да, значит, большие данные можно сформулировать, описать. Есть такой прием, что это 6В. Что вот это веридите, то есть период действий. Потому что большие данные, это не должны быть не мгновенно, они должны где-то храниться, хотя какое-то время обрабатываться и расходоваться. Велосити, скорость. То есть, ну, мы можем собрать какие-то данные за всю человеческую жизнь, но, значит, это долго, и действия будут не... То есть, даже скорость обработки должна быть. Вольюм, объем. Ну, это вот большие данные, это большие данные. Но здесь тоже, значит, если данные, так сказать, простые, какие-то структуры их, значит, это, чтобы была эта проблема, ей нужно было заниматься, тогда это действительно должны быть большие данные, большие объемы, которые проблемы, там, мы будем говорить, хранение, поиска и так далее. В каких-то случаях тоже называют большие данные, хотя этих данных может быть не очень, не так много, но если они сложные, если они как-то плохо структурированные, и их надо обрабатывать, ну, вот те же, скажем, значит, с видеоприборов, которые, записи, которые есть, когда там идет поиск, то там, то это уже не столь много, скажем, может быть, данных, но сложный поиск, сложные варианты, которые есть, и такие моменты. Дальше, верити, разнообразие. Ну, это вот, если они, там, ну, мы будем мерить температуру в одном месте, в одной точке, и вот их долгое время, и по-подолгу, это, значит, разнообразия нет, и они, так сказать, ну, в каком-то смысле не будут, типа, вот то, что относится к большим данным. А если это разные моменты и так далее, то это будет такое. Значит, вероятность, правдивость. Это очень большая проблема больших данных, их достоверность, их точность, их правдивость. Насколько все это действительно отражает моменты, все действительно точно. И, значит, ну, там даже, если мерить какие-то, ну, вот я буду приводить пример, температуру, значит, в океане, и там нужны будут точные датчики, датчики будут, если они будут врать, или вот сейчас с погодой возникают вопросы, когда проблемы измерения погоды, значит, погода как, чего измеряют, что предсказать. А предсказать, значит, нужно в какой-то области с большой точностью разнообразия измерить все это такое. Вот. И, значит, поэтому очень важна и правдивость их, и волатилити, то есть изменчивость. То есть, если у нас данные, там, ну, не знаю, высота домов или какие-то длина, расстояние между какими-то точками, то, значит, это вот, значит, не является сложностью. То есть, большие данные еще такой некий синоним, что это сложные данные, сложность их обработки, работы с ними и действий взаимодействия. И если с ними работать просто, то тогда это уже имеются методы и так далее, такие варианты. Значит, вот то, что я сказал, что мы 40 лет назад уже начали работать с большими данными. Значит, вот, так, я буду, чтобы понять аудиторию, с которой я имею в виду, буду задавать вопросы, которые, кто из присутствующих знает и слышал фамилии Медоуз? Два, да? Три. Сери. Значит, вот это то, с чего началась наша работа с большими данными. Значит, в 70-х годах, значит, в Америке началось моделирование глобальных процессов. И, значит, такие крупные ученые-специалисты, как Джон Форестер и Денис Медоуз и там еще ряд групп, сделали глобальные модели развития мира. То есть считали, делали расчеты, как будет развиваться мир. И вот Медоуз выпустил в 1972 году книгу «Пределы роста». Это была, значит, такая и модель, и книга. В книге были результаты расчетов мирового развития. И в тот момент мир считал, что сильно развивается, увеличивается население, увеличиваются какие-то предприятия, строители дома, развивалось продовольствие. И вот он показал, что это развитие не будет бесконечным, что в какой-то момент это уткнется. То есть людям будет негде жить, им нечего будет есть, будет сильное загрязнение, которое не удастся сделать. И вот это было настолько яркое и воздействующее издание и материалы, которые повернули развитие мира. То есть не сразу, но начали, в общем, по крайней мере смотреть на пределы роста. Эта книга имеет большое количество изданий, большой тираж, много раз издавалась. Вот недавно вышло очередное издание «Пределы роста» 30 лет спустя. Значит, вот тогда у нас в стране стало известно, появилась теперь эта книга, мы узнали и начали, значит, пытаться, ну, дать ответ американцам, то есть посмотреть с нашей точки зрения. И вот в Институте системного анализа, тогда он назывался системных исследований, начали разрабатывать модель развития, глобального развития мира. Значит, ну, чем отличалась наша модель от американской? То есть если мы рассматривали мир в целом, как единое целое, то, значит, мы разбили по регионам, сейчас я расскажу тоже, какие моменты там были. Ну и вот насколько эти сложные были модели, вот я хочу показать на этом картинке. Здесь изображена демографическая ситуация тогда в Советском Союзе. Значит, что вот здесь, какова сложная демографическая модель, которая есть. Значит, вот посмотрите. Я не ту нажал. Значит, вот какая сложная... Это прогноз был на 2000-й год, значит, и мы посчитали вот население на 2000-й год. Видите, какая сложная картинка, которая есть. Вот. Не получается. Значит, придется так показывать. Значит, вот такие впадины. Значит, вот здесь это количество женщин в возрасте 60 лет. Откуда взялась эта впадина, кто может сказать? Отечественная война? Да, совершенно верно. То есть вот Отечественная война. Значит, дальше следующая впадина. Это мамы, которые родились во время Отечественной войны. То есть разница 20 лет. Ну, 20 с лишним такие. Нет. Мамы, в смысле, которые стали вот здесь они, мамами, через 20 лет. Вот. Ну, потом впадина несколько меньше была. То есть вот такие сложные картинки удавалось рассчитать. Для этого нужно было... Так. И что оказалось? Вот эти демографические расчеты, они были довольно трудоемкие, но довольно точные. Вот очень много расчетов демографических делают, когда просто считают население и делают экстраполяцию. А вот здесь мы получили данные по... Значит, получили данные по 150 странам. Дальше. По рождаемости в каком году, в каком-то возрасте. Значит, оказалось, что... И рождаемость зависит от возраста женщины, национальности, вероисповедания, от образования, от доходов, которые есть. И там город-село. И вот для, значит, женщины в одном возрасте, вот там, типа, в городе, в таком-то... Такого образования, такое-то, значит, вероисповедение и так далее, в общем, не сильно колеблется. И вот нужно было собрать эти данные по 150 странам для каждого возраста, вот, которые есть. И, значит, за несколько лет, там, или мы за 20 лет смотрели, получали эти данные. Вот, это явно большие данные. Явно мы учились и пытались с ними работать и действовать. И получали вот такие вот хорошие результаты. И там довольно точно потом можно было посмотреть и определить и так далее. Значит, и с этими большими данными мы учились работать, как действовать. Ну, вот, во-первых, предварительно, значит, что моделировать, а как моделировать? Например, 150 стран. Как считать 150 стран все? Вот Медоуз и Форрестер, они, так сказать, один. Целый мир был один у них. Вот такой, один из первых вопросов, который возник, который вот так, с большими данными, больших данных, вот говорили про технологию, но не существует какой-то или каких-то единых, общих, стандартных технологий, и которые можно решать все вопросы с большими данными. То есть нужно приспосабливаться и решать для каждой задачи, что мы хотим узнать, получить, посчитать и так далее. И в зависимости от этого будут действия, которые с этими большими данными будут действовать. Вот. И, значит, что мы сделали? Мы какое-то время определяли, пытались определить, вот, например, количество объектов, элементов. Не все страны, а не весь мир целиком. Значит, как мы решали этот вопрос? Ну, первое, в смысле, один из регионов, как назывался такой термин, значит, ну, какие могут предложения, какой первый регион? Столица, наверное? А? Столичный регион? Нет. Столичный. Сколько этих самых тогда регионов? Нет. Регион — это не вот такой технический термин. Значит, первым... Что? Первый регион — это была наша страна. СССР. То есть, ясно. Ну, там, делить, поскольку 150 стран, еще делить страну на регионы — это самое. Вот. Так. Второй регион? Китай. Ну, значит... А? Как? Здесь США. Китай, можно сказать, был третьим регионом, не вторым. Вот. Ну, явно Китай тоже вошел как один регион. Дальше. Значит, ну, естественно, мы там взяли страны Западной Европы, ну, вместе, как один регион. Значит, дальше здесь Китай, потом, значит, ну, там, восточные европейские страны, тогда это были социалистические, развитые капиталистические страны. Вместе их объединили, один регион. Ну, там туда вошли, скажем, и Канада, и Бразилия, и, значит, еще там такие страны, которые есть. Потом развивающиеся страны разбивали. Да, значит, еще отдельный регион взяли Япония, Япония. Поскольку Япония в те годы бурно развивалась, ее трудно было соединять с кем-то другой страной, там, Корея или прочее. В общем, в результате у нас получилось 9 регионов. Вот, не 150 стран, не общий мир, а вот мы пришли к работе на 9 регионов, и вот так вот действует. Вот, и в каждом регионе была такая демографическая модель, и мы считали, сколько, значит, ну, и такой там был в тот момент, американцы делали следующую модель на, значит, для третьего тысячелетия, вот мы тоже посчитали разные, в смысле, вот такие результаты, и, да, еще следующее. Так, вот для каждого региона что считать? Значит, как производство хлеба, производство колбасы, производство молока и так далее, или что вот, какие, то тоже, что если все брать, все это самое, то это будет вот неуправляемое, необозримое и так далее. То есть, здесь вот при больших данных нужно выделять важные моменты, но их пытаться агрегировать, как-то уменьшить, ну, чтобы это отражало действительность, как-то и хорошо оставляло, ну, и самое главное, вот, с чего тоже надо начать, это понять, на какие вопросы нужно ответить, какие задачи решить. Вот, не просто вот такой модели, а в мире, вот нужно определить, что мы хотим получить, какие результаты. Значит, ну, там, в Москве, скажем, сейчас, там, типа реновации, вот как, как считать, что мы, что нужно, какие вопросы для реновации, потому что там, конечно, большие данные, явно, в этой самой задаче есть, сколько домов, сколько жителей, сколько квартир, сколько этих самых, куда переселять, каким образом, и каким образом подгонять друг к другу, как к нирме. Вот, так что вот задачи, которые, значит, мы в какой-то момент, вот, когда мы считали с этими большими данными, там была одна задача как раз про Китай. И, ну, вот, как раз Виктор Владимирович, один из разработчиков, который из демографии имел дело и так далее. Так вот, в тот момент, возникла опасность войны с Китаем. Там были пограничные проблемы, значит, делили часть территории, которая есть, и нужно было ответить на вопрос, может ли Китай напасть на Советский Союз? Вот, это одна из задач, которые мы вот таким образом решали. мы получили ответ, что Китай не может напасть, у него нет таких ресурсов, которые есть, которые возникают, которые действуют и так далее. Вот, или какой-то другой вопрос, вот, когда нужно как-то решать и действовать в соответствии с этим. Вот, ну, значит, разбили мы на какие блоки там или элементы мы рассматривали. То есть, это было, значит, население, вот, естественно, это население, это был отдельный блок, природа, какие моменты там действуют, холода, потепление или какое-то развитие там есть, продовольствие, хватит ли продовольствия для того, чтобы кормить население в каких странах, то есть, в каких-то, там, голод есть, там, и как его решать, этот вопрос. Ну, экономика, как будет развиваться экономика, и так далее. Ну, вот мы в наших, да, еще, значит, какие моменты, вот, которые у нас были. Мы не занимались прогнозированием, вот это слово. То есть, это нужно не прогноз делать, который трудно делать, а это анализ сценариев. То есть, вот, что будет, если, там, не знаю, потепление климата или там, что будет, если где-то, население будет сильно расти или, наоборот, где-то падать. В общем, вот эти вот такие сценарии нужно разыгрывать и смотреть, как и что получится, что в результате это будет. Вот. И, тем самым, значит, вот, да, что у нас получилось в том числе? У нас получилось из вот экономических расчетов, что если так будет развиваться с такой сценарием, что продолжается такое развитие, то у нас в 80-х, в смысле, вот в районе начала 90-х годов будет спад. И, тем самым, значит, ну, то есть, если ничего не делать, значит, нужно принимать меры, вкладывать деньги, значит, там, в экономику, в развитие или что-то еще. Вот. И когда сейчас говорят, значит, что вот перед 90-ми годами вот прошла из-за, значит, из-за там, не знаю, Ельцина, Гайдара и там прочее вот такой вот спад и вот такой из-за них все это самое, там, население уменьшило и прочее, вот мы в 85-м году нарисовали кривую, в котором экономика ВВП идет вниз до 2000-го года. Так что вот такие вот прогнозы мы выдали. Вот. Ну, дальше там такая была ситуация, что мы подготовили вот этот отчет, собирались его напечатать, вот эта опасность больших данных, которую мы почувствовали. То есть, там появилась такая информация в результате, не исходная, а вот в виде расчетов модели, ну, которая, так сказать, не являлась, ну, скажем, оптимистичной. И нам запретили это публиковать. Ну, либо это самое в секретных материалах, либо, значит, вот просто это самое. И вот эти материалы с 86-го года, они пролежали, ну, в частности, у меня в шкафу, до 2009-го года, когда благодаря Малинецкому мы издали вот этот отчет 86-го года, просто в чистом виде. Вот вышла книжка, сейчас, в котором, ну, есть там предисловия, современное состояние, но в середине там находится вот копия отчета 86-го года, который сейчас, ну, как сейчас демографическую пирамиду мы смотрели, там же можно ее продолжать. Да, значит, если кто заинтересовался этой книжкой, она переиздается, было несколько переизданий, и она продается, ее выпустило издательство такое Урс. Оно было у нас в здании когда-то, значит, туда можно набрать в интернете, значит, какие книжки у них можно просто сразу купить, некоторые надо заказать, но вот эти книжки доступны, вот такая книга, которая там очень много чего интересного там есть, и вот можно посмотреть эти прогнозы. Ну, например, такие моменты, когда вот тут год назад было сказано, что вот вдруг сейчас уменьшилась рождаемость и нет пополнения для армии, для институтов университетов, не хватает студентов, поступающих и в армию и так далее. Вот такое событие. Вот из той пирамиды, которую я показывал, можно четко вычислить, вот там подошла эта самая впадина, то есть мамами должны были становиться вот те, которые там внучки или как этих, тех, кто во время войны пострадал. то есть эти вот вещи, которые считаются, прогнозируются, точно их считать, не просто, как я говорю, экстраполяцию делают, а вот такие точные расчеты, которые можно точно посчитать. Вот, так что вот такие моменты, которые важно, нужно действовать. Значит, еще раз, что вот на самом деле, когда говорится про большие данные, говорится про много разных, с разных сторон можно на все это смотреть. Значит, естественно, там есть разработчики, как аппаратуры и компьютеров, и систем, которые хранят данные, оперируют, действуют ими, так и значит, либо исследователи, либо программисты и так далее, которые тоже с этим опирают. и так же пользователи данных, которые каким-то образом получают результаты, которые есть. Ну вот сейчас, например, в Америке большие данные собираются использовать полиции. То есть оказывается, что некие преступления имеют общие характерные черты данные, что вот если такие-то люди в том-то месте так действуют и так далее, то там происходит преступление и можно собрав большие данные по этому вопросу, можно отыскивать нарушителей или преступников таким образом. В частности, такой вариант. Ну, еще какие возможности для использования больших данных. Значит, вот сейчас приведем пример про большие данные, что в Германии определены те, кто получает пособие по безработице и при этом работает. И сэкономили громадные суммы, которые там, в смысле большие суммы, которые сэкономили и воздействуют, которые есть. Так, что еще характерно из нашего опыта работы с большими данными, там есть своя специфика, которая в стандартной ситуациях по-другому действует. Ну, например, ну, там даже такие вещи, что какую-то систему большую, которая работает с большими данными, делать в виде одной целой системы, ну, в общем, это не лучший способ. Почему? Потому что сделав одну большую систему и большим коллективом и так далее, ну, во-первых, там коллектив может кто-то уходить и как-то действовать одной, вот, с другой стороны, жизнь меняется, и большую систему трудно изменять какие-то аспекты. И вот то, что мы делали, мы разбивали на взаимодействующие подсистемы, экономический блок, гемографический блок и так далее, и вот они взаимодействовали между собой, но они были разные подсистемы, которые по-разному действовали, разные специалисты там были, и по-разному они, все это воспринималось, которое есть. Вот, ну, там и в больших данных специфическо, ну, вот, да, естественно, используются системы управления данными СУБД и так далее, и вот, и когда мы начали развиваться, СУБД были разные, реляционные, иерархические, ну, еще там несколько видов было, и иерархические СУБД были гораздо более эффективнее, они были быстрее, оперативнее, с ними было работать лучше, но если не делать изменений, если меняется, ну, там, типа, предприятие, если предприятие либо развивается на два, там, или сколько-то, либо, наоборот, два предприятия сливаются, то эта система все, ее, значит, полностью надо начинать заново делать, а реляционные системы, там можно добавлять, расширять, хотя, вот, чисто формально они не такие эффективные, если вот для одной задачи делать, а для развития в жизни, то есть таких вот способов, методов работы с большими данными и прочим много особенностей, которые нужно учитывать и такие действовать, которые есть, вот, так что, значит, мы в результате много научились работая, сколько-то лет, когда мы сделали, но нам запретили публиковать, печатать и использовать, хотя до этого к нам у нас был шоу-рум, центр, где можно было вот разные сценарии проигрывать, что было очень ценно, приходили специалисты, смотрели, что будет, если, и вот, значит, при работе с большими данными, если с ними надо иметь возможность вводить, модифицировать, использовать и так далее. Ну, еще раз говорю, что есть много разных аспектов работы с большими данными, вот это пользователи, это управленцы, которые есть, есть разработчики, которые и так далее, вот, значит, таким образом можно говорить, то есть дальше обсуждать или детали, или развиваться, то есть нужно в некой группе, которые либо там технари, гуманитарии или прочие, разные аспекты рассматривать, но при этом воздействовать и смотреть, как это будет действовать. Вот, ну и при этом там тоже должны быть и, значит, лицепринимающие решения, и менеджеры, и квалифицированные люди. Вот, и здесь я еще на один момент хочу обратить внимание, значит, ну вот сейчас очень популярно там создание каких-то автоматических систем, и там типа роботов, которые действуют вне зависимости от человека, и, ну здесь я хочу сказать, что мы, мы, в смысле, мир, это уже проходило. То есть в 70-х годах, когда вот был такой некий уровень компьютеризации, когда стали вводить в компьютер вот систему управления и так далее, и было ощущение, что вот еще чуть-чуть появится компьютер, системы пользы и так далее, и, значит, эти системы будут принимать решения и выдавать на лучший вариант. И вот тогда, опять же, в смысле, вот в 70-х, в 80-х годах появилось направление продвинутыми специалистами в информационных системах, которое стало называться системой поддержки принятия решений. DSS, Decisions and Pod Systems. И вот это с тех пор развивается и доказывается, что кроме вот такого робота или компьютера, который, в которой все знает, все заложено, еще нужен специалист-человек, который за этим смотрит и делает поправки, определяет какие-то задачи или что-то еще вот такие моменты. Вот также с большими данными тоже должен быть специалист, который рассматривает вот задачу, насколько эта задача решения и направления отвечает каким-то формодействиям или там еще что-то такое. Так что вот такие вот вещи, которые нужны. Так что вот это тоже должно быть Dissertance Pod Systems. Владимир Борисович, нас как-то очень унесло в историю, это очень интересно, но нам поближе вот к настоящему, где используется эта технология и как... как раз я перехожу. Да, значит, еще большие данные, которые и мы использовали и нужно использовать, это у нас была система создания информационных систем по океанологии. Вот там мы имели дело с данным по океанам всем и так далее. И значит, тоже здесь вот существует несколько систем, которые взаимодействуют в Америке, в Австралии, были в Советском Союзе и так далее. Так что вот тоже опыт с большими данными в те же годы. учитываю замечания, поехали дальше. Вот, ну и показываю, где вопросы нужны большие данные, то есть много задач, которые без использования больших данных, они не такие как бы не очень эффективные. Значит, вот в частности схема взаимодействия водных ресурсов, когда нужно рассматривать многоплановые, то есть большие данные, они не просто когда еще раз говорю большие, а когда вот есть данные по биосфере и водные ресурсы, очистные сооружения, население, вот это пример задачи, в которых большие данные нужно и воздействовать. Так, ну вот переходим к некому формальному описанию больших данных. Следующее. Ну, значит, это вот некоторые, то есть есть много вариантов подходов к описанию и градации больших данных, которые есть. вот здесь один из примеров, которые есть. Значит, у нас есть некие характеристики, как традиционные базы данных отличаются от больших данных. Значит, это объемы информации. Значит, ну, это размеры объема, объем там не твердо можно четко поставить границу, когда эти данные структурированы, тогда можно с большим объемом работать, и это не считается большими данными. Когда не структурированы, тогда вот дальше, если централизованы, если мы управляем этими и набором, проверкой, использованием, и так далее, централизованы, в частности иерархические, то тогда это не традиционные, можно сказать, базы. А если децентрализованы, когда где-то много независимо самостоятельно, много собрано в разных форматах, то это тоже уже становится больших данных. Дальше, вот модель хранения. Значит, для больших данных нужна горизонтальная модель, не иерархическая, а горизонтальная, когда можно добавлять, прибавлять, проверять и так далее, смотреть все это дело. Значит, и взаимосвязанность данных. Если данные взаимосвязаны, то это мы не относим к большим, не обязательно к большим данным относимся. Это можно решать какими-то другими задачами, другими вопросами, которые есть. Так что здесь жесткой границы нет. В каждом случае нужно методами использовать такие приемы, возникают проблемы, которые не решаются обычным образом, а решаются сложным образом, и их нужно искать способы решения. Таких универсальных подходов не так много, а каждый раз надо смотреть на специфику, на некоторые особенности, которые есть, которые действуют. состояние с большими данными сейчас. Скажем, в бизнесе или в каком-то производстве и так далее, можно разделить на три класса работы с большими данными. Это клиентский сервис, операционная эффективность и риск менеджмент. самая большая область сейчас и в ближайшее время будет – это клиентский сервис. То есть данные в основном собираются про клиентов, про работу с клиентами, обслуживание клиентов и так далее. Вот это сбор. Дальше. Операционная эффективность – это уже технические вопросы в зависимости от того, как данные действуют. например, даже если я чуть-чуть про океанологическую информацию скажу. Вот даже поскольку они информация океанологическая нужна для пароходов, кораблей, подводных лодок, когда они куда-то плывут. И когда они куда-то плывут, там нужна информация, какая была в этой точке в этот день температура, солёность, ветер и прочее, в частности, бывает за сто лет. И нужно хранить вот такую данную. Ещё такие подходы, которые очень важны. Стандартные ситуации, когда работают с данными или с какими-то элементами, один из первых задач, которые ставятся, это создание единого формата, чтобы можно было обмениваться, смотреть. Так вот, в больших данных мы пришли к выводу, в частности, окинологических, не надо пытаться создать единый формат, потому что где-то как-то делается и так, и там такое комбинация, их преобразовывать и действовать очень сложно. То есть надо ориентироваться на задачу, на область и так далее. Так автоматически, сразу везде вводился единый формат, в котором мы отказались. Ну, еще это обычные такие моменты. Есть операционная эффективность, которая возникает и которой надо достичь. То есть, естественно, большие данные нужно быстро обрабатывать каким-то образом. И область, которая очень важная, но она не так большой объем имеет, это риск-менеджерн, действия, поиск данных в неких ситуациях рисковых и воздействия, которые существуют. Значит, примеры использования больших данных в разных компаниях. Значит, ну, здесь вот так вот, это результаты опросов. Опросов опрашивались разные предприятия разного класса и получали вот такие ответы, которые есть. Ну, вот здесь у нас в конструкторских бюро используются на 45% большие данные, на государственных предприятиях 38%, в информационных технологиях 36%, но там просто другие задачи, хотя на самом деле здесь активно технологии используются. Финансы и страхования это очень важный вопрос, который нужно, ну, там, для больших, для выдачи кредитов, там, взаимодействия с такими-то фирмами и прочими такими вещами, логистикой логистика и транспорт, ну, там, бизнес-сервис консалтинг мало используются большие данные, то есть, там еще, ну, я так понимаю, что это еще недостаточно компьютеризировано, информационные технологии недостаточно туда проникли. Значит, с моей точки зрения, с нашей точки зрения, конечно, в здравоохранении использование больших данных это очень важно, нужно, перспективно и так далее. Значит, если будет записано иметь доступ ко всем, грубо, историям болезни и как человека лечили, чем, что из этого получилось, и вот какие-то направления, правила и так далее, то это мы дольше проживем, что называется, будет нас более эффективно лечить и так далее. Вот, но специалистов по информационных технологиях, значит, в медицине мало и области, которые, вот так, к сожалению, плохо информатизируются, не в таком объеме, так что вот это вот большие перспективы здесь, которые есть. Ну, вот пример роста рынка больших данных в США. Значит, вот видно, что на 45% за один год выросло этот рынок. То есть, конечно, ну вот, по моим представлениям, большие данные, появление их, в широком смысле этого слова, можно сравнить с появлением письменности. то есть, когда вот люди стали возможность общаться письменно и записывать, посылать и так далее, здесь это переводится вот на данные, ну, на самом деле, это не чисто, данные, это такой термин, на самом деле, это информация. То есть, в эти данные входят, мы сейчас посмотрим, что там входит, какие моменты. Владимир Борисович, у нас, к сожалению, остается 10 минут, если получится что-нибудь вот общее, какую-нибудь выжимку. Да, да, сейчас там еще. Значит, ну вот, как большие данные делятся на оборудование, программное обеспечение, сервисные услуги, вот такие вот, можно для использования больших данных. Значит, ну вот, объем рынка, значит, неких в этих планах, ну, там, вычислительные средства, сети, языки и прочее. Вот, какие технологии там важны? Ну, такой у меня вопрос, вот этот самый, сейчас, не то, кто из присутствующих знает слово Oracle? Ну, вот это, значит, значит, поэтому, естественно, это важное для работы с большими данными, это платформы, так называемые, и всякие, значит, варианты. Ну, здесь, поэтому разные средства, которые надо изучать, использовать, смотреть, и Oracle, и прочее, они двигаются вперед, и другие варианты тоже действуют. активно используются системы на базе SQL, которые есть, очень хорошо использовать больших данных. Вот, значит, такой вопрос, затраты на большие данные, какие, более там 30% или менее 10%, 10%. Значит, вот, тоже там можно смотреть, это активно развивается в разных фирмах, и, значит, ну, вот, дальше, что, что затраты, как возрастут или уменьшатся затраты на большие данные. То, что уменьшатся, никто не считает, что уменьшатся, либо не изменятся, либо возрастут. То есть, такие вещи, которые есть. Значит, какие результаты, для чего можно, и надо пытаться использовать большие данные, улучшение клиентского сервиса, вот, 46%, у них считают результаты, улучшение реагировать на запросы клиентов, 41%, ну, это мы уже смотрели, что самое главное, это клиентский сервис, сервис клиентов, который можно воздействовать. И, что важно, что сокращение цикла обработки заявок, там только 14%. Объем рынка больших данных в Германии. Вот, можно посмотреть на примере Германии, как предполагается рост больших данных. Значит, в среднем 24% ежегодный рост, и из чего складываются работы, это уже упоминало, что это оборудование, программное обеспечение, и сервисные услуги, то есть работа с этим оборудованием и программным обеспечением. Значит, какие направления развития больших данных для приоритетных, для компаний? Значит, это поведение клиентов, финансовое планирование анализ, продажа и выполнение заказа, вот важный там риск менеджмент, логистика, планирование запасов, управление человеческими ресурсами. Ну, здесь посмотреть можно динамику, как предполагается на текущий год, вот темно-синий, и как ближайшие три года, насколько это вырастет из этих пунктов, которые есть. Какие проблемы в увеличении больших данных? это тоже результаты обросов. Ну, вопросы безопасности. Вот здесь это такой аспект, что когда большие данные, когда данных много, их сложно охранять. Более того, сейчас предполагается введение у нас в стране некого комитета, который будет контролировать эти данные, чтобы не было лишнего доступа, либо и это не очень радостный момент, поскольку будут мешать работать с большими данными. Большие данные, должны быть доступ к ним и так далее. Значит, ограниченный бюджет, поскольку на большие данные надо большие деньги, нехватка персонала, ну, значит, это обычное дело, причем отдельно для внедрения проектов и введение проектов, похожие, вот, сложность интеграции с существующими системами, вот это то, что я упоминал, что при развитии систем, переход от одной к другой, вот, когда есть отдельные подсистемы взаимодействия между собой и с кем-то там, это проще управлять. Значит, ну, ограниченное число поставщиков данных, это, ну, так сказать, типа временно, это просто, это не поставщики, это зависит от системы, ну, и вот, что самое такое, видное, предприятие не готово к использованию больших данных. Значит, вот, как будет меняться, как предполагается будет меняться рынок больших данных. Ну, вот, средний годовой рост 16%, до 2020 года. Значит, здесь определение, ну, разделение по бизнес-категориям, что уйдет на точный маркетинг, улучшение клиентского сервиса и так далее. это, так сказать, просто такая информация, которая для анализа, куда лучше вкладывать и так далее. Значит, и объем, ну, это такой технический вопрос, на какие вещи тратятся данные, по годам какая динамика. Вот, вот, это такая интересная картинка, что в ближайшие годы развивающие страны будут резко возрастать в работе с большими данными. информация с развивающихся стран будет расти, а в развитых уже какое-то такое придет к какому-то моменту. Ну, здесь вот сравнение Западной Европы, Северной Америки и так далее по объему данных, по росту. Ну, примерно, видите, а нет, Восток и Африка резко 40% будет расти, потому что сейчас у них низкий уровень, который есть. И пророссийские компании, значит, вот здесь 20% работают с большими данными, 17% готовятся, 36% готовятся к реализации, 27% готовят пилотные проекты, и 17% не заинтересованы вот в этих больших данных. Ну, здесь вот такие разные варианты работы с большими данными, но здесь это такая техническая вещь. Вот, и это важное... Есть несколько минут? Важный момент. Вот то, что я говорил про большие данные. Вот какие? Вот есть видео, изображение, аудио, тексты и числа. То есть это все данные, хотя данные вроде мы понимаем, что как раз в основном числа, ну и может быть тексты. На самом деле в разных сферах вот там значит на в СМИ используется видео значит а в банковском секторе и в страховании там видео не используется. Значит в правительстве образования видео используется и так далее. То есть здесь вот можно да и в здравоохранении вот к сожалению видео не используется, аудио не используется, а тексты числа используются. ну там еще развлекательные услуги прочие там в оптовой торговле используются только тексты числа и так далее. То есть вот эти все виды данных на самом деле они разные по разному к ним подходы разные и так далее и так далее. Если числовые и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое. С вашего позволения я попрошу вернуться на предыдущий слайд. у меня созрел вопрос. Вот как я заметил правительство очень заинтересовано больших данных и ими пользуются вот прям вот активно. Это что все мы под колпаком как считаете? Ну значит это скажем не наше правительство а это мировое правительство по всему миру и так далее. Поэтому каких-то правительств это уже используется. А вот наше вот 15 минутах Кремль как вы думаете они пользуются этой технологией вот так усиленно? Очень не сильно как мне кажется. Как это видно? Ну да. Коллеги есть ли вопросы у кого-нибудь? Тогда я позволю себе еще один вопрос. Растут инвестиции растет рынок перспективная очень такая технология. Как считаете какие вот на самом деле перспективы у больших данных как у технологии? Это будет какой-то супер эксель который будет с элементами искусственного интеллекта и помогать человеку составлять таблицы и работать с какими-то данными? Либо вот какие перспективы? Ну вот как я говорил что значит по моим представлениям поскольку задачи с большими данными в разных секторах очень разные вот да сейчас вот из того что я смотрел и видел в очень большой степени одна система head head dup такая технология которая как раз как-то ну она не очень такая продвинутая можно сказать но зато она очень гибкая и вот в основном к ней обращаются вот а так каких-то единых вот как я уже что здесь настолько сложная вещь но вот похожая на большие данные есть там более четкая наука многокридиальная оптимизация и вот специалисты по этой многокридиальной оптимизации считают написали там книги что существуют тысячи методов многокридиальной оптимизации вот в чем разница вот этой оптимизации больших данных ведь вы сказали что они похожи но все-таки это не одно и то же не одно и то же они похожи по сложности по такой вот который нельзя четко структурировать и прочее там в каждом случае появляются свои аспекты а задачи приходится решать с учетом этих аспектов спасибо друзья вопросы пожалуйста здравствуйте меня зовут паша вот у меня такой вопрос вот большие данные как я понял стремительно развиваются ну очень популярная перспективная тема но лично я почему-то не слышал чтобы специалистов так как они сейчас нужны как я понял очень сильные будут нужны в будущем чтобы их обучали то есть ну я знаю вот в университетах да в школах бывают направления специалистов там в IT технологиях в управлении да в управлении людьми но конкретно вот слово большие данные не слышал ну нигде вот ни в одной специальности и вот мне интересно все-таки какими качествами должен обладать вот этот специалист и какое из направлений вот в университетах да оно наиболее близко к вот как сказать специальности специалистов в области больших данных ну примерно так значит ответ следующий что вот такой четкой области формально большие данные это некая общая проблема даже не общая проблема для многих для многих ситуаций и там везде свои особенности поэтому и в зависимости от того какие вот как я упоминался что есть специалисты по техническим средствам которые разрабатываются для больших данных это одно направление второе это программные средства для работы с большими создавать системы для больших данных и есть третье направление это клиентский сервис или логистика или прочее то есть вот в каждой из этих областей которые ну вот можно вот здесь можно сказать то есть специалист в больших данных в развлекательных услугах это одно а в правительстве это другое поэтому нет термина то есть есть математики одно физики другое а большие данные это вот такое размытое понятие очень сложное много не сложное много плановое очень разнообразное вот я смотрел на слайд и вот одно из проблем внедрения больших данных вот второй по степени важности было как раз вот как я уже сказал отсутствие специалистов но раз все темы абсолютно разные то а почему же специалистам неоткуда взяться вот я вот этого не пойму то есть ну у нас в стране очень много людей все абсолютно по-разному развиты да в разных сферах так а почему специалистов в этих областях не находятся почему это проблемой большой считается а потому что нет вот четко определенной области в которой он специалист то есть вот в каком смысле вот в коммуна в СМИ специалист который работает с большими данными это одно а значит где-то другой оптовой торговли это другое то есть есть там свои особенности которые используются еще раз говорю что большие данные это такой широкий неопределенный четко однозначно спасибо большое спасибо за лекцию очень много интересного рассказали у меня к вам два вопроса один такой личный другой по делу скажем так у вас на одном из первых слайдов было вы определили шесть принципов основных бигдейта это не я ну хорошо вы нам о них рассказали и один из них это принцип изменчивости вот смотрите вы просчитали с 85 года по 2030 год на основе этих принципов то что произойдет сделали какую-то модель определенную а что делать вот с этим принципом изменчивости он как-то просчитывается заранее вы среднее арифметическое выводите либо каким образом можно посчитать потому что данные получатся не очень корректными если мы будем брать например общую какую-то вещь для определять ее для одной составляющей для другой как избежать вот это как сделать данные большие наиболее корректными принимая внимание этот факт изменчивости здесь немножко другая ситуация здесь если нет изменчивости то можно решать другими способами можно не относить большим данным то есть это не требования чтобы они менялись а наоборот что если они меняются то вот тогда нужно пытаться что-то делать чтобы это учесть для для вашей глобальной работы на ближайшие годы да вот которая в книге отражена наверняка там вот этот принцип изменчивости как вы его скажем так как вы эти острые углы сглаживали по каким принципам вот вводили некоторые там типа параметры там если вот рождаемость то а ну вот такой пример приведу вдруг земля найдет на небесную ось да и все данные к чертям в один момент я сейчас приведу пример изменчивости значит тут было объявлено что повысилась рождаемость в Москве в России или там что-то еще вот изменилось а что выяснилось как раз демографы выяснили что оказывается женщины в предыдущий период начали позже рожать а спустя какое-то время они они не рожали перед этим а потом начали рожать пришел их возраст и повысилась рождаемость вот здесь изменчивость вот такого параметра поэтому здесь вот нужно разбираться с этими данными смотреть и как далее спасибо большое спасибо если все постоянно то тогда данные легко считаются и можно так то есть на самом деле судя по вашей по вашему вот этому тезису что на самом деле большие данные просчитывать на более долгий срок они не очень корректными будут верно ну это надо учить и смотреть конечно это сложные процессы которые надо смотреть вот насколько это чувствительно насколько эти параметры могут поменяться какие-то данные и как еще могут действовать и вот второй вопрос личный удалось ли вам как-то экономическую выгоду получить из тех данных которые вы получили в 85 году увидят например тот факт о снижении экономического роста в российской в СССР и не Российской Федерации к сожалению нет благодарю вас спасибо большое друзья у нас еще есть время на пожалуй последний вопрос добрый день меня зовут Елена хотелось бы поинтересоваться какая сходимость результатов то что вы напрогнозировали и то что в итоге получилось и какова вообще ценность прогнозирования этих данных если там сходимость минимальная и для чего это делается это чисто просто как бы наука ради науки или это действительно полезно нет это не как раз то что мы делали это не наука ради науки значит ну вот то что мы смотрели варианты и как действовать какие там возможные ситуации значит тем самым возможны какие-то действия значит по поводу всяких явлений и так далее пытались учесть и действовать значит варианты вот экономически это было довольно сложно поскольку там и вот нам не получилась возможности воздействовать на какие-то процессы поскольку у нас вот результаты были не столь оптимистичны их закрыли напечатать не удавалось и даже особенно взаимодействовать с такими лицами принимающими решениями хотя у нас там были выходы и прочие такие так что вот такие сложности были спасибо большое друзья давайте еще раз поблагодарим нашего замечательного лектора за крайне интересную познавательную лекцию спасибо вам большое что пришли в следующий понедельник мы вернемся вновь к теме искусственного интеллекта и уже посмотрим на нее на эту технологию с другой стороны поговорим больше о ее проблемах о ее перспективах и о восстании машин пожалуй то что интересует каждого из нас в глубине души и то чего мы боимся заходите на наш сайт edu.digitaloctober.ru смотрите за всей информацией и как вы заметили большие данные крайне перспективная тема если хотите уметь и мочь зарабатывать на этом деньги приходите к нам на образовательные курсы по большим данным вы лично побеседуйте с профессионалами рынка лично на кейсах на практических узнаете как эта технология применяется спасибо вам большое до встречи на научных понедельниках аплодисменты 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 аплодисменты